Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. А угадайте, где я? Да, я опять в гостях у своей парфюмерной подруги. Мы с Таней познакомились где-то приблизительно зимой. На парфюмерной теме, конечно же, мы сошлись. И Таня пригласила меня в свой уютный, красивый дом. Я уже была здесь в гостях. Это было как раз перед карантином. И сразу же на следующий день объявили карантин. И мы не смогли встретиться вновь. Сегодня, к счастью, уже это состоится. Наша встреча парфюмерная. Сегодня мы будем разнюхивать много новых ароматов. Ну, а я в первую очередь хочу показать вам опять фрагменты Таниной красивой квартиры. Мне кажется, это нельзя оставить незамеченным и без внимания. Поэтому давайте немножечко посмотрим. Вот это мы при входе здесь. И тут очень красивая кирпичная кладка. Из старинных кирпичей. Как раз из зданий старых тернопольских. Таня где-то нашла такой антиквариат. Но это, конечно, выглядит просто супер, на мой взгляд. Очень красивый светильник. Очень красивые полочки под старину. Ну, в общем, вкус у Тани отменный, конечно. Давайте двигаемся уже в кухню. И здесь опять много красивой живописи. Напомню, что у Тани муж художник. И у него очень, мне кажется, большой талант в этой области. Потому что очень красивая, талантливая живопись. Интересная техника, в которой он работает. Я, например, еще такую не встречала. Я, конечно, не такой большой спец. Но, тем не менее, на мой вкус это очень красиво, стильно и с душой. Покажу вам все эти картины. Потому что, ну, это просто вызывает восторг и восхищение. Так, здесь у нас вот такой красивый вид на кухне. Также красивый светильник в восточном стиле. Опять же, кирпичная кладка. Красивая кухня стильная. Много всяких красивых мелочей интересных. В общем, есть что рассматривать. Чувствуется, что здесь живет творческая личность. С отменным вкусом. Ей бы быть дизайнером интерьеров. Это точно. Но она это любит. Она мне об этом говорила. В принципе, как и я. Мы с ней похожи в этом вопросе. И общее увлечение у нас, конечно же, еще парфюмерия. Поэтому сегодня мы будем рассматривать парфюмы Тани. Которые она приготовила к лету. Это бюджетная парфюмерия на лето. Таня так постаралась. Выбрала из всей огромной коллекции много разных ароматов. И сегодня мы с вами о них поговорим. Обязательно пообщаемся с Таней. Таня сегодня не будет в кадре. Я понимаю, что многие из вас просили Таню в кадр. Но это, к сожалению, невозможно. Таня не хочет и не может появляться перед объективом камеры. Поэтому будет именно в таком режиме. Поэтому уж, простите, выходит только так. Красивый букет цветов. Это Таня вырастила на своей грядке. Прекрасные душистые пионы будут украшать наше сегодня видео. Ну что ж, а мы встретимся уже на наших парфюмерных посиделках. В общем, сегодня мы с Таней хотим рассмотреть ароматы на лето, которые Таня подобрала. Она выбрала большое количество, как я вам уже показывала, разных. Разных, но бюджетных. Вот это тема нашего сегодняшнего видео. И мы сегодня будем хорошенечко разслушивать, разнюхивать и, конечно же, делиться с вами. Таня, с какого мы начнем аромата пробовать наши сегодняшние все? Ну, с какого начнем? С миниатюры. Начнем с миниатюры. Значит, самый маленький, самый миленький. Я уже, конечно же, их порассматривала немножко. И все ароматы нанесла на блотеры, чтобы не тратить время. Немножечко уже их послушала вначале. И, возможно, немножко мнения поменяются. Так, вот такая миниатюрка. Не знаю, будет ли хорошо видно. Это у нас Перис Хилтон. Называется Сирен. Да, Сирена. Сирена, красиво. Или русалка какая-то, что-то типа того. Такая миленькая красота. Сейчас я ее поднесу к камере. Вот так она выглядит. Видите? Такая классная. Она, кстати, еще с пульверизатором. Очень удобно. Показываю хоть в камеру там. И, знаете, попробовала этот аромат. И, в принципе, ароматы звезд, как бы, я не могу сказать, что мне абсолютно не нравятся. Или как-то я скептически к ним отношусь. Но есть такое мнение, что ароматы звездные. Это ничего особенного, ничего интересного. Мне аромат понравился. Давайте сейчас найдем его. Ой, с этого всего, Таня. Надо найти. Надо было по порядку. Кстати, я заказывала его вслепую. И понятия не имела, что в нем. Тебя тогда еще не интересовалось. Ну, ты много вслепую заказываешь ароматов. Да, потому что здесь попробовать негде. Если люкс еще возможно, то вот такие дешевые ароматы. Почему бы... Ну, почему бы не искать? Так, тем более такой, как у вас милый флакончик. Чтобы иметь в своей коллекции, в принципе, да. Для коллекции это ничего страшного. Так, ищу, потому что ароматов сегодня много. Вот, это сирень, сирен. Вот. Значит, аромат очень приятный. Очень такой... Да, он как бы, ну, как вам сказать, как бы и ничего супер особенного в нем, но очень приятный аромат. На каждый день, на лето супер. Не будет душить, напрягать. Здесь есть много фруктовых нот, ну, и цветочные ноты. И ничего супер затейливого, конечно, в нем нет, но он очень приятный. Тань, тебе как вот этот аромат? Носишь его время от времени? Нет, я практически не пользуюсь. Ага, пока стоит для коллекции. Да, хватает. Просто для размюхивания, для познания чего-то нового. Я тоже так. Иногда бывает куплю, ну, не ношу, но не могу никуда его отдать или отрадать. Мне жалко, мне жалко. Он такой милый. Да, это сокровище наше. Классный ароматик. Так, продолжаем так. Шурте, вот там еще такого интересного. Еще одна миниатюрка. Я сюда буду ставить. А у нас нет. Возможно, будет что-то видно. Так, Arnas V. И это у нас Secret Wish. Да, секретное желание, скорее всего, переводится или как. Тоже очень красивая, миленькая коробочка. Это миниатюрочка. И здесь уже, правда, нет распылителя. Вот так она розовенькая в цветочках в середине. И достаем ее. Вот такая миленькая. Я, возможно, потом, если не будет видно хорошо флакончика, вставлю флакончик большого флакона, чтобы вы увидели, что это такое. Такая бабочка или не бабочка, а феечка. Это феечка, да? Это феечка такая, да. Я думала, что она будет стеклянная. Я вот как-то, когда увидела флакон, мне очень понравилось. Очень бы хотелось бы, да, чтобы в миниатюрках они были стеклянные. Но, к сожалению. Этот аромат я тоже послушала. И он мне напомнил в первых нотах Arpège от Lanvin. Ух ты. Честно. Вот цитрусы и цветы. Сиренька даже какая-то немножко. Сейчас вот я его найду. Вот как раз есть. Да, тоже, опять же, цитрусы и цветы и фрукты. Но в начальных нотах очень меня Arpège напомнил. Реклама Arpège. Фиолетовый. У тебя есть он? Нет. У меня тоже нету. У меня есть что-то типа того, похожие ароматы. Но это в том же ключе, мне кажется. Такой свежачок, приятненький на лето. В принципе, тоже симпатяшка. Что там еще, Таня, есть? А ты давай по бумажкам. Хорошо, давай тогда по бумажкам, потому что я уже сейчас запутаюсь полностью. Значит, White Diamonds Elizabeth Taylor. Интереснейший аромат. Это вот такой небольшой флакончик. Здесь сколько миллилитров? Наверное, 10, да? Наверное. Вот такой вот небольшой флакон. И travel версия, как Таня говорит. И аромат мне очень понравился. Потому что это как раз то, что я люблю. Таня тоже, наверное, любит старую школу. Это настолько какие-то воспоминания набивает моего детства, юношества, маминых каких-то духов. Все собралось в этом парфюме. Сложный аромат, тяжелый даже аромат, но нам нравится. Ну, долго не сидит. Часно понимает, да. Поэтому расходится. Да, но он такой мощный довольно-таки, густой. Вот сейчас вот так не делают. Но красивый. Здесь альдегиды густые, цветы такие. Мох даже какой-то чувствуется, мне кажется. Сложная композиция, она любителя сто процентов, но мне это понравилось очень сильно. И небольшой объемчик я бы тоже была не против. Если летом, то где-то на вечер или прохладная погода. Да, он раскрывается, мне кажется, красиво летом. Он не будет таким ежиком колючим альдегидным. Мне так почему-то кажется. Значит, следующий-то у нас Антонио Бандерас, Golden Secret. Знакомая, я уже один раз у Тани слушала этот парфюм. Ну, это самый первый, по-моему, из этой линейки, да, этих секретов у него. Насколько я помню. Я помню, я помню. Бандерас, бандеринка его покупала. Или второй, вот точно я не помню. Golden Secret, наверное, второй. Просто был секрет. Вот с таким ключиком. Это был когда-то Ира Лосаулцы, любимый парфюм. Я помню, она его очень хвалила. Вот, мне было очень интересно его послушать. Вот, и у Тани я его слышала один раз и уже забыла, если честно. И сейчас, когда я нанесла его на блотер, он пахнет довольно-таки классический. Для меня это не особенно такой суперсовременный. Как ты, Таня, считаешь? Такой есть что-то отсыл к какой-то классической школе или нет? Скорее, самопал. Правда, есть. Вот, он такой серьезный довольно-таки. Белоцветочный. И, как я вам уже не раз говорила, я белоцветочные ароматы сложно переношу. Особенно туберозу здесь есть апельсиновый цвет, мне кажется. Ира говорила, что здесь есть липа. И, по-моему, в пирамиде, ну, если я не ошибаюсь, тоже есть липа. Мне здесь чувствуется апельсиновый цвет и тоже медовый. Аромат красивый. Не очень насыщенный на мой нос. И не особенно густой. Не особенно стойкий, не особенно стойкий, но учитывая его цену, можно поливаться. Да, можно поливаться. И, ну, достойный аромат. И, мне кажется, на летом тоже классно. А особенно на август, уже ближе туда, к сентябрю. Классный ароматик. Мне понравился тоже. Так, и так, ложим. Так, интереснейший аромат, который Таня купила в поездке, она мне рассказывала. Это Михайловский Берлин, да, называется? Это немецкий бренд. Очень красивая, интересная бутылочка. Я покажу ее ближе. Вообще-то, не знаю, немецкий ли он. Но покупала в Берлине. Ну, не знаю, наверное, немецкий. Написано по-немецки. Все, я думаю, что, скорее всего, немецкий. Но, в принципе, упаковка стильная. Да, стильная такая, интересненькая. Взгляд к себе притягивает. Привлекает. Ну, таких я не видела, например, флаконов. И тяжелый флакончик такой. Металлический или стеклянный. Стеклянный под металл, да, просто непрозрачный. Тяжелый. Классный аромат. Вначале, когда я только его из флакона попробовала, мне он показался похожим на Мираклотланком. Но это неправда, потому что, когда я нанесла и на себя, и в воду, аромат абсолютно другой. Есть в нем что-то горько-травное на мой нос и цитрусовое. Но все-таки, если так подумать, в принципе, да, что-то есть в сторону Миракл. Если по нотам. По нотам. Там тоже есть цитрус, там есть перец. А ты сравнила? Ты смотрела ноты? Нет. Я просто помню. Ты помнишь. Да, Миракл. Какие ноты. Потому что я когда-то очень интересовалась, я не знала, как он пахнет. И я сначала читала пирамиды, и потом, когда я услышала его в отливанде, я была почему-то разочарована. Я ожидала большего от него. Но когда его наносишь, он пахнет абсолютно по-другому, чем вот сейчас на Блотере. То есть аромат реально раскрывается, как положено, по-французски. Для меня аромат просто якорь. То есть это впечатление, майская поездка по Европе, и вот эта покупка спонтанная. И вот всю дорогу меня этот аромат сопровождало, хотя я им не пользовалась. Вот мне где-то на улицах Парижа, Ниц, не пахло этими цветами. Май, то есть какие-то не наши цветы какие-то там разные. В общем, такое впечатление, когда я хочу освежить, то ли зимой, то ли в любое время года. Мне хочется вот настроения. Я себе вот этим простеньким ароматом и сразу поднимается настроение и воспоминание. И на лето тоже, да? Правда классно подходит? Не напрягающий такой. И весна и лето. Весна и лето, действительно, классный аромат. И он бюджетный. И сколько это за него? Десять евро. Десять евро. Прекрасная для нас подлюбители цена. Все бы так стоило. Вот, отлично просто. В общем, классный аромат, мне очень понравился. Если бы я тоже такое что-то увидела, если буду когда-то в поездках, надо обращать внимание на такие неизвестные местные бренды. Да. Можно что-то там найти. Это сеть магазинов вот этих... Типа Росмана. Да-да-да, вот Росмана. Вот. Вот я тоже там, кстати, тоже. Да, я в Польше, правда, там пасусь иногда. Как бывает, то сейчас хочется поехать. Когда уже поеду, не знаю даже. Так, значит, следующий аромат, это, кстати, очень интересный, классный аромат. Water Lily Tea Dress. Я со своим английским, извините, конечно, но, да, мой французский язык, английский это очень тяжело. Смотрите, какая красота. Знаете, что это такое? Это работа Джо Малон для Зары. То есть новая линейка, которую разработал Джо Малон для Зары, вот такая более не люксовая, даже нишевая, да, линейка получается. Да. Вот такая коробка, все так очень стильненько, добротненько, то есть вот так вот высовывается сама коробка из чехла такого, беленькое такое все, минималистичное, то есть простенько, как ниша. Открываем. Да, книжечка такая интересная. И здесь, как видите, у нас лежит парфюм. В парфюме здесь у нас сколько миллилитров, Тань? 40. 40 миллилитров. Маленькая руса. Да. Вот такой простенький флакончик, но какой же обалденный аромат. Я, когда его попробовала, я ощутила все полностью ноты, которые здесь, как бы, да, и заявлены сразу в названии. Водная лилия, чай и зелень какая-то очень красивая. Настолько натуралистично и красиво звучит аромат, просто аромат природы. Фужерный можно назвать, получается, аромат природы. Не знаю, да. Я его пробовала, я же покупала его зимой, и такая свежесть, вот просто захотелось. Ага, сейчас открыла, еще лучше. Открыла лучше, да. То есть даже зимой оно звучит вполне актуально. Поднимает настроение, добавляет тебе весны, да, в твое настроение, и летнего настроения. И летом это как раз то, что нужно. Таня, правда, сказала, что он не особенно долго держится. Не стойкий, ну, знаете, за такую красоту и за такую цену. Ну, это уже 15 евро. Ну, 15 евро, ну, больше, 15 евро. Да не, я тоже хочу такое за 15 евро. Вот поеду обязательно тоже себе в Зару зайти. Была большая линейка, около 10 ароматов. Не знаю, наверное, они только выпустили, потому что не в Кракове, не в Праге. В Краковине, да? Да, ну, может, их еще как раз туда завезут, и уже люди насытятся, и мне достанется что-то. Потому что я видела, так же хвалились до линейки, что-то там еще на Ютубе, но я не помню, что. Ну, просто в восторге был блогер от этого парфюма, поэтому я думаю, что мне тоже такое нужно обязательно. Ну, как же мне без этого? Так, Тань, что там еще у нас? А, переходим же по списочку, да? Значит, Марина де Бурбон «Династия». Я вообще не знакома с этим брендом. И, кстати, я много слышала о нем классных отзывов, да, именно от Марины де Бурбон о парфюмах, и о девочках, которые имеют коллекции хорошие и хвалят эти ароматы. Особенно вот ту самую первую такую, интересненькую такую, знаешь, какая у них в таком интересном флаконе длинном, да, очень хвалила. И Ироксик тоже хвалила, я его слышала. Надо вот себе попробовать. Боже, он действительно классный. Вот смотрите, какая-то мини-бутылочка, да, я так думаю, это мини. Да, это, наверное, тоже вроде тревел. Какой-то типа тревел, да, миниатюрка такая, я тут думаю, тут, наверное... Потому что на флагрантике стоит немножко другой флакон. Ну, красивый флакон, здесь такая императорская корона, как бы, да, шапка-корона. Или жезл. Или жезл, да. Ну, что-то, в общем, величественное такое. Ну, и аромат, он реально классный. Ну, не настолько величественный. Не настолько величественный. Ну, вот по сравнению, вот, например, даже со звездными ароматами, это круто. Вот пройду какой-нибудь сейчас, послушай. Он реально классно пахнет, с другой стороны я там наносила. Он для меня реально классный. Он раскрылся так хорошо, он... Да, вот. Он дорого пахнет. Только я хочу его тоже. Я столько хотела после Таниных парфюмов. Я всегда приезжаю домой, думаю, блин, с чего начать? Что покупать в первую очередь? Но это я обращу внимание себе, даже список сегодня напишу, или просто заберу эти блотеры с собой домой и напишу себе виш-лист, это 100%. Мне очень понравилось. И это, конечно же, стимулирует меня пробовать новые еще, ну, другие парфюмы этой марки. Мне кажется, действительно для любителей роз. Да. Вот разные грани и разные розы. Ну, не таких роз, таких, как бывают розы-розы и болгарские, такие же вообще вот за горло берут. Бывает надо такое. Это очень утреннее. Красиво. Ну, вот, мне нравится. Понравился аромат. Так, следующий. Этот мы уже рассмотрели. Так, и Элизабет Тейлор Спарклинг Вайт. То есть, это как бы фланкер, фланкер вот этого первого White Diamonds, получается, да? Но это абсолютно, абсолютно отдельный аромат, самостоятельный. Правда, Таня? Да. Таня вот делилась со мной, что она читала отзывы об этом парфюме. Вот тоже покажу вам ближе. Это уже более такой матовый флакон и такого голубого цвета. И как бы нам подсказочка, что это он такой более легкий. Более слежащий. И как бы на лето супер. Таня говорила, что его ругали, да, там где-то. Ну, как-то нелицеприятно. Да, нелицеприятно, но мы говорили, что никакой он. Да, нелицеприятно, отзывались. Ну, а мне понравился. И он так классно раскрывается. Вот Таня, наверное, тоже заметила. Я его когда нанесла, у него очень интересная какая-то фруктовая нота. У меня сегодня что-то на фруктах. Таня даже обратила внимание. Мне кругом фрукты мерещатся и зеленые какие-то стебли. Да. Сейчас уже, знаете, не особенно я его слышу отсюда. Но когда наносишь, он очень интересный. Также чувствуется, что это не современный аромат. Это не современная композиция. Но она звучит классно. Стоит обратить внимание. Тем более, что они бюджетные. И, наверное, в больших флаконах маленькие, скорее всего, не найти такие тревелы. Да, нет. А побольше можно, мне кажется, брать. Потому что аромат интереснейший, несмотря на свою цену. Я боялась, если честно, этой линейки. Потому что я много читала о ретро-звучании. Я люблю ретро-ароматы, но не все. Наверное, у нас у всех есть то, что нравится, то, что не нравится. Правда, Таня? Ну, вот эти якоря из детства. То, что мы как-то запомнили. Правда, нам маме что-то нравилось. Вот, например, моя мама не носила черную магию. Она мне как бы нравится. Но я ее как-то не особенно хочу. А вот клемма моя мама носила. И я хочу клемма. Ну, его нет. Мама не та. Ну, она не та. Ее вообще уже не стоит покупать новые вот эти издания. Она вообще не та. Я когда-то ее в Бьютифри послушала. Да, приятный аромат. Но я даже не поняла, что это клемма. Клема ни с чем не перепутаешь. Так, следующий парфюм. Это Кашмир Шапарт. Как же я хотела его попробовать. Я, правда, один раз. Потому что такая красота. Ну, такая красотулька. Обратите внимание, это маленький такой вариант. Наверное, 30 миллилитров. 30, да. Кажется, как будто она у нас. Такая просто красота. Милашка, милашка. Вот, если бы даже маленький такой был, я бы такую малютку бы себе хотела. Потому что он миленький просто. И запах тоже самое. Очаровательный просто. Очаровательный запах. Запах из детства. Да. Ситро. Лимонад, буратино. Может, как это смешно, как это немножко звучит. Но это так и есть. Очень приятные, восточные фрукты, действительно. Не просто фрукты, которые сейчас, например, делают, фруктовые композиции. Это чувствуется, что это также фрукты из какого-то недалекого, но прошлого. Очень красивый аромат. Я думаю, на нашем саду его можно уносить. Я же тоже так думаю. Не задавит. Не задавит. На вечер, во-первых, можно. Во-вторых, для таких холоднокожих, как я, не хочу себе, правда, взливать. Но мне подходят, в принципе, ароматы даже самые сложные и тяжелые. Ну, просто дозировку немножечко меньше. Классный аромат. Мне понравился. Воодушевилась. И хочу себе также в свою коллекцию. Следующий аромат, который мне также очень понравился, это Extatic Balmain. Это такая красотень. Вот я не знаю, это чистый, кстати, или это какой-то фланкер. Таня, мы не посмотрели. Наверное, чистый просто, кстати. Да, да. Туалетная водичка. Как он мне понравился. Какая красивая, нежная роза. Прелесть. Вот сейчас, Таня, знаешь, что мне напомнил? Отголоски Хлоя классической. Есть у тебя Хлоя? А ну, понюхай, посмотри, как на твоих нос. Правда? Есть Ильичи. Вот я заметила в первых нотах красивейшая, нежная, розовая, возможно, белая роза. Чуть-чуть острее. Чуть-чуть острее. Ну, что-то в ту тему. Я люблю Хлою классическую. И здесь есть что-то подобное. Вот я тоже хочу этот парфюм. Несмотря на то, что у меня есть Хлоя, этот немножко другой, и я бы такой с удовольствием носила. Потом немножечко это Личи трансформируется в такое немножечко тропическое манго. Может, нам так показалось, но так, мне кажется, это и есть. В общем, роза такая довольно интересная, свежая, очень такая действительно освежающая и абсолютно летняя. Тоже хочу себе такой аромат. Посмотрю, или маленький, или даже большой. Ой, аппетит разыгрался. Не на шутку. Сделаю паузу. Да, Таня мне сделала, кстати, такой кофе великолепный. Напомню, Таня очень любит красивую посуду. У нее целая коллекция тарелочек, чашечек. Правда, Таня? Ну, чайная пара или кофейная. Да, это очень все красиво. В прошлом моем видео обратите внимание, посмотрите, я кое-что там снимала. Там, возможно, не такое шикарное качество съемки, но все-таки любители, ценители это заметят. И сегодня Таня сделала мне кофе в очень красивую посуду. Я просто в восторге. Обратите внимание, какая красивая ложечка. Здесь ирисы. Вот сразу заметно человек любит и посуду, и цветочные, скорее всего, ноты. И ирисы, и цветы, и выращивать цветы. Творческий человек, да, творческий человек. Очень классная посуда. Здесь также и чашечка великолепная просто, и блюдце с великолепным ирисом. Ну, просто сама красота. Я люблю ноту ириса в парфюмерии. И я, и я люблю ирис в парфюмерии. Вот эту пудровость, не перепутаешь ни с чем, правда, именно ирисовую, не розовую какую-то. В общем, немножко попробую кофе. Классный кофе, без сахара, как я сейчас люблю. Спасибо, Таня, очень вкусно. Следующий, следующий интересный парфюм, правда, Зара, да? Вроде бы Зара, потому что я его покупала на Молшином рынке, опознавательных знаков нет. Искала по интернету, но вот всё, что я поняла, это производство Испания. Мне кажется, что это, наверное, была какая-то линейка. Да, линейка какая-то лимитированная, да? Девочки, если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях, что это, на ваш взгляд. Возможно, вы знакомы с этим парфюмом. Пишите, мне будет, нам будет всем интересно об этом узнать. З-1975. Да, З-1975. Ну, аромат. Ну, аромат мы сразу узнали, сразу мы поняли, что он нам напоминает. Таня, что тебе напоминает? Гуччи раш. Правда? Да. Ну, это не ошибёшься, если ты разок его послушал. Если... Ну, вот я... Кстати, у меня не было гуччи раш, я только один раз его лет 10 назад, это точно, я его попробовала. И когда вот этот аромат я понюхала, я думаю, ого, беру. Это класс, товарищи. Кто любит гуччи раш, я, например, вот сейчас хочу в гуччи раш свою коллекцию. Потому что это настолько яркий характерный парфюм, его стоит иметь. Иногда носить, конечно, я понимаю, в него тяжело ходить каждый день. Но он очень стойкий и очень шлейфовый. Именно этот, да. Учитывая его цену, он... А цена? Он звучит на многое. Цена вообще там, да? Цена там, в общем, около 70 гривен я платила. Лет 5 назад, наверное. Да, девочки, это находка, это 100%. Вот я его попробовала. Он был полный фойком. Да, я попробовала его на себе. Я уже раз, в прошлый раз я его пробовала. Мы также сошлись на мнение, что он капитально похож на гуччи раш. Классно. Если бы попался, мне бы себе такой взяла заменитель. Но все-таки гуччи раш возьмем. Возьмем хоть чуть-чуть. Но, говорят, новая версия уже не та. Не та. Ну, я как бы старую, наверное, не знаю настолько хорошо. Поэтому придираться я, наверное, не буду. Если будет вот такое звучание... Ради Бога. Очень классный аромат. Мне понравился. Он действительно такой тропический, фруктовый. Кстати, в гуччи раш заявлены почули, насколько я знаю, что это шипровый аромат. Ух ты. Да. Насколько я помню. Но здесь он мягкий шипровый аромат. Если и шипровый, то он такой мягенький. Очень красивые, действительно тропические фрукты. Следующий аромат, с которым я знакомилась уже у Тани один раз, это Living от Lalique. Это моя желанная хотелка, с которой я никак не могу определиться, хочу ли я его, не хочу ли я его себе, могу ли я его понять, не могу. И каждый раз у Тани я его пробую. И в этот раз я его уже наконец-то расслушала. Великолепный, красивейший флакон в стиле Lalique. Красивейшая крышка с ласточками. Это большой объем, да, Тань? Да, соточка. Самый большой. Вот мне тоже нужно именно такой. Такой объем. Бедро. Что уже мелочится, если так уже понравилось. О чем аромат, Тань? В ветивере, скорее всего, да? Здесь ветивер с послажей. Мне ассоциативно о море. О бризе морском. Классно. О загорелом теле на пляже. И он такой унисексовый, правда? Вполне. Вполне. Особенно сначала он очень такой, довольно мужской, но потом становится мягче. Мягче. Но я бы не сказала, что он сейчас резкий, но дотре он вообще такой мягкий, красивое такое окутывающее дерево, дорого звучащее и какие-то есть цитрусовые оттенки. Ну и на мой нос. Цветы, вот не знаю, какие тут, возможно, есть, но вот он для меня, он действительно именно древесный. Красивый древесный аромат с нотой ветивера, до которого я дозрела и будет у меня в коллекции 100%. Красота. Мне очень понравился. Наконец-то это свершилось. Я услышала, расслушала ветивер. Следующий аромат, Тань, это знаете, какой аромат? Пятая Авеню Рояль Элизабет Арден. Я столько наслышала об этом парфюме. Практически все блогеры купили его после рекламы Маши о нашем главном. И Ира купила его, ну очень многие купили, наверное, только я не купила его. Но я, кстати, покупала его до того, как была знакома вообще с блогером. Да, вот его раньше купила. Меня заинтересовала цена. Таня, это интуиция. Обратите внимание, согласный флакон. Красивый флакон и описание на фрагрантике. Дело в том, что я... Каловка еще какая. Бесподобная. Такое тиснение, да? Надеюсь, как бы, восточном стиле. Так много богатых. Да, но это красиво, это со вкусом. Так же, как и флакон. И ты увидела на фрагрантике, прочитала? На фрагрантике я раньше понятия не имела, что о парфюмерии можно рассказывать, и я не понимала, как можно рассказывать о парфюмерии, что это. Пока не случилась ситуация, когда искала информацию об одном парфюме и вышло видео. Ну, попала на видео. И тут у меня открылись широко глаза, как о парфюмерии рассказывают. Тогда я потеряла... Это какой год был? Это в прошлом году, где-то, то ли осенью, то ли весной. Может быть, год, как я только начала за этим следить. Слушать. Таня, так недолго. Так совсем. Я думаю, а ты дольше уже их тут смотришь? Вот на фрагрантике я давно сижу. То есть лет пять, как я начала скупать массовую работу... Пять лет назад, да, родилась? Где-то так. Начало зарождаться твое увлечение. Понятно. Это, получается, пять-пятнадцатый год. У меня где-то тринадцатый, но у меня, конечно, очень мелкими шашлыки... Ну, я тоже. У тебя тоже шла очень мелким. Ну, и сейчас прогрессия... Прорвала. ...конкретно. Как и меня. В этом году у меня реально есть такой срыв, реальный парфюмонячество. Заносит меня капитально. Скупается всё подряд. Наверное, не всё подряд, скорее всего, но много чего. Я уже начинаю ввести записи, сколько парфюм я покупаю. Вот за этот год, за тех сколько, пять месяцев, у меня уже пятнадцать ароматов или больше. Вот, пожалуйста. Это капец, девочки. Вот так. Ну, да. Что же делать? Ничего не поделаешь. Это увлечение такое. Кто-то тратит деньги на что-то другое, а у нас приоритеты свои. Поэтому, я думаю, все, кто смотрит это видео, они нас поднимают, правда? И разделяют. И разделяют. И поэтому никто осуждать нас не будет, никак. Значит, давайте о парфюме поговорим. Значит, аромат мне очень понравился. Я его нанесла на блотер уже довольно давно. Он насыщенный, яркий. Здесь какие-то и смолки даже чувствуются, бальзамчики, ут, ликёрчик. Да, Тань? Такой густой, красивый. Здесь есть что-то с цветов? С цветов ты что-то чувствуешь? Цветы как бы сложно, да? Возможно, роза какая-то. Но в основном он такой восточный. Варенья нет здесь. Есть какое-то слеговое или вишневое. Что-то такое есть. Красивый аромат. Довольно густой аромат, насыщенный. Я, правда, его на себе не осула. Ну, вечерний. Вечерний. Если и летом, то вечером. Да, конечно же. Даже ночью. Даже на ночь, да. Да, почему бы нет. Вот. Я, правда, тоже. Я, в принципе, такие экспериментирую, даже такие ароматы. Я иногда могу даже и в жару налить. Но я пробую. Потому что на мне ничего ужасного не получается. Наконец-то кожа разогревается. Наконец-то. Потому что, ну, действительно, не знаю, какая-то я очень холодная девушка и прогреваюсь как-то абсолютно. Мало солнца. Наверное. Наверное, просто я не в том регионе живу. Как родилась в одном регионе, а живу в другом регионе. И здесь для меня мало тепла и солнца. Все-таки по сравнению с моей родиной. Но, тем не менее. С Африкой. Да, обезьянки живут в Африке. Короче, классный аромат. Мне понравился. Возможно, и себе возьму в коллекцию. Посмотрим. Вот. Ну, а так я абсолютно-абсолютно разделяю в исторге по поводу этого парфюма. Не знаю насчет стойкости, правда. Как он там. Ну, на мне вообще плохо держат. Средненько, да? На мне же средненько. На мне, потому я не показатель. Понятно. Буквально 10 ароматов. А горячая кожа какая-то? Ну, скорее всего, да. Водички. Ну, обратите внимание, какие у меня тут сосуды для воды. Вообще-то для вина. Для Глинтвейна, но не сезон. Ну, просто я не пью ни вина, не Глинтвейна. Пью только воду. Вот, значит, еще один аромат, который я к своему удивлению оценила и мне понравился, это Carolina Herrera 212 VIP. Всегда у меня почему-то было какое-то такое немножко скептическое отношение к этому бренду. Обратите внимание, какая красота. Такая капсула, да? Яйца. Или, да, таблеточка. Таблетка такая. Очень миленькая. Кстати, именно вот такой объем смотрится очень миленько. Потому что если большой объем, они уже такие массивные. Неудобно. Неудобно, да. А так стильненько абсолютно. И киндер-сюрприз даже немножко напоминает. Аромат классный. Вот я его как подношу к носу, мне 100% что-то он напоминает. Но я не могу вспомнить, что. Своей сливочности, вот, дошло до меня, Тань. Сливочность напоминает мне сливочность из белого кубика Родригесовского. Возможно, есть Гордене. Вот попробуй. Хотя он, наверное, раньше этот аромат намного вышел, чем Родригесовский. Нет. Я его, он вообще-то, я не знаю, но я его покупала года три назад. Нет? Да, потому что я не в курсе, когда он пишет. Акция, нет, кубик, мне кажется, постарше. Постарше? Надо посмотреть. Надо посмотреть. Да, девочка, кто знает, пишите, мы почитаем, чтобы никуда не следить. А я почему отнесла его к бюджету? Может, я не знаю, какая его сейчас цена. Марка не особенно бюджетная. Да, да, но в то время то ли акция была, и маленький объем. Да, повезло купить его недорого. Да, 400 гривен, это были, по-моему, небольшие деньги. Да, да, это абсолютно бюджетное приобретение, но и небольшой объем, конечно же, поэтому можно себе позволить. Аромат мне понравился, также я почувствовала какие-то фруктовые ноты, и мне немножко также он напомнил Трусардидону, опять же своей сливочностью. Сливочные такие цветы сладкие. Классный аромат, вы знаете. Я пересмотрю свое отношение к этой марке. Почему-то мне не встречались в то время, когда я начала с ней знакомиться, ароматы, которые меня зацепили. Самые первые, которые вот, это также Каролина Эра-Эра, 212, как он называется, просто 212, по-моему. Он для меня слишком был какой-то жесткий в те времена. И все, отпало у меня желание ознакомиться дальше. Сейчас, наверное, познакомлюсь, потому что, хотя вот недавно я туфельку попробовала, так же провал для меня. А ты, Тань, как к туфельке относишься? Ну, так, индифферентно. Почему-то? Меня особо не зацепило. Ну, не знаю. Я просто пробовала это, но чтобы вот поносить. Ну, если не цепляет. Вот меня не зацепило. И почему-то я ожидала от него совсем другого. Я ожидала такой сладости, типа Левейбель, опиум, Black Opium. Почему-то такого я ожидала, хотя я тоже не любитель особенной такого направления. Но вот именно эта тубероза меня что-то там напрягает реально. Возможно, еще будет время, когда я полюблю и туфельку. Потому что очень мне хочется этот флакончик красивый. Но тут все классно. Флакон милый, стильный, минималистичный и аромат. Понравился. На лето он прекрасно подходит, на мой взгляд. Ну, и Таня тогда проверяет. Да, и это булыжник, оружие пролетариата. Так что в солнышке носится больше всего чего-то. Да, можно носить на всякий случай. Женщине варен дыхе. И спрей, и усиливает удар. Боже, какой классный совет, Таня. Большое спасибо. Приобретаем все Каролину и Рейру. Так, и следующий аромат, с чего мы там уже сейчас продолжим, Таня. С чего? Давай с вот этого красавчика. Такой красивый онлокон. Я еще не знаю, что это за бренд. Вот видно, что Таня увлекается, выискивает такие красоты. Обратите внимание. Я увидела этот флакон у Тани в Инстаграм. Там были, по-моему, зеленые флаконы, да? Там флешмоб мы все тянулись к этому флешмобу, исполнять его. Вот, и у Тани этот красивый флакон. Ни у кого я такого не видела. Это бренд Бабилон, да? И аромат... Бабилон Берлин. Бабилон Берлин. Да, сложное название. Вот, и парфюм называется Интрига. Интрига. В общем, аромат настолько интересный, действительно интригующий, сложный. С такими несовременными нотами. В общем, интересно так намешан, замешан. Здесь много древесных нот. Здесь есть табачность. Здесь есть сандал. Основная нота там, по-моему, заявлена сандал, правда? И что тут еще есть? Я уже не понял, если честно. Звучание настолько интересное. Тёплое, спрямяное, правда? Это ладо, ладо, ладо и мускус. Такое какое-то телесное, какое-то такое телесное звучание. Мне ореховость. Я не знаю, что дает ореховость, но вот мне от на коже на коже. Появляется ореховое звучание. Да, есть что-то такое от орехов. Не могу сказать о каких точно, но именно вот такой какой-то вот, как чувствуется орех во рту прожеванный, правда? Классный аромат, очень интересный, необычный. Ну, на любителя. На любителя. И немножечко, чуть-чуть чувствуется даже небольшая индольность. Вот для меня. Как только наносишь. Как только наносишь. Не спиртом, сразу у нас спирт сшибаешь. Ну, классно, реально классно. Саживается. Там еще есть разные, там есть красненький, да, серенький, такой серебристый. Да, я посмотрела на фрагрантики, но наявность. А, где ты ее покупала? Из-за сколько? Продуктового в нашем магазине. Продуктового в нашем магазине. Я вообще не знаю, откуда там взялась парфюмерия, отродясь ее там. Надо быть специальным парфюмерным охотником, за находками такими, чтобы найти в продуктовом магазине вот такую звезду. Молодец, Таня, классно. Очень выглядит великолепно он, и аромат просто интереснейший. И вот мы не знаем, Таня, что это, ниша или это масс-маркет. Кто знает, подскажите. Подскажите, потому что очень интересно. Цена его, сколько здесь в флакончике, я не знаю, 100 или 50? Ну, 75, наверное, есть. В Мэттенстайн. Ага, в Испании. Пятьдесяточка. Пятьдесят. Пятьдесят. Сто двадцать гривен. Сто двадцать гривен. Сто двадцать гривен. Вот, пожалуйста. Чудесная цена. Просто супер. Следующий аромат, это в самом большом флаконе сегодня. Это что у нас такое? Это Яргли, да? Да, это английская лаванда. Английская лаванда. Там целая линейка, насколько я знаю, есть этих парфюмов. Здесь 100 миллилитров, огромный флакон. И также бюджетно ты его купила. Я купила бюджетно, да. А так он стоит не особо. По-моему, не особо. Да. Вот. Но здесь это у нас фужерный действительно аромат, ароматов природы. Здесь лаванда такая правдоподобная, очень ощутимая. Не перепутаете ни за что. Еще есть некоторая такая цитрусовая интересная нотка. Можно сказать моноаромат лаванды. Сто процентов, правда? Ну, аромат приятный. Кто любит лаванду? Конечно же, не все любят лаванду, но этот аромат мне тоже привянулся. Понравился. Свежий, приятный аромат чистоты, я бы сказала. Ну, для многих ассоциируется с бабушкиным сундуком, потому что от моли. Да, лаванда. Ну, меня это абсолютно не смущает. У моей бабушки такого не было. У моей тоже. Меня не пугают такие вот страшилки. У кого что там, чем бабушки пахли. И вообще бабушкин запах, это для меня ничего страшного. Скорее всего, наоборот, такая характеристика, которая привлекает меня к аромату. Я буду более тщательно изучать парфюм, если о нем говорят бабушкин парфюм. Немножко попью водички. Так, и далее продолжим с ароматом Пьер Карден Пурфам Линтенс. Пьер Карден Пурфам Линтенс. Недавно я слышала об одном аромате Пьер Карден, очень интересную информацию. Также от блогеров я искала парфюм определенный и заинтересовалась этим брендом. И как раз приехала к Тане, и у нее тоже есть аромат этого бренда. Аромат называется у нас, я уже сказала, Линтенс. Это парфюмированная вода и очень интересный парфюм. Он цветочный, он свежий, он супер мускусный на мой нос. Тань, а ну, ты попробуй. Мне кажется, здесь много мускусов, потому что он дает такой мыльный немножко эффект. Фиалка здесь есть, мне кажется. Вот точно, здесь есть фиалка, 100%. Хотя я не уверена, но девочки, кто знает пирамиду, кто еще посмотрит. Цвет намекает. Да, цвет намекает вообще-то. Надо будет потом посмотреть в пирамиде. Не изучаю я пирамиды. Я как бы тоже не особенно изучаю, только если, например, в таком случае я подозреваю какую-то ноту и не уверена в этом, для того, чтобы подтвердить или наоборот, с простуватой. Да, вот, кстати, читаю на фрагрантике. Восточно-цветочный. Композиция открывается нотами бергамота, лилии и фрезии, которые ведут к сердцу из жасмина, гелиотропа и фиалкового листа. Есть фиалка! Сандарт, пани и белый мускус образуют базу. Боже, товарищи, я уже понимаю, что это в цветах. В парфюмерной композиции. А вот основные слышимые ноты, по мнению пользователя, это гелиотроп. Вот гелиотроп, да? Да. Ну, гелиотроп я еще тоже отлично не изучила. Не могу сказать, что я сильно разбираюсь, что такое гелиотроп. Я думала, что немножко это по-другому пахнет. Ну, аромат интересный. Это цветочный, действительно классный пахнет. Ну, сладкий он. Сокроватый, да, приятный. И тоже бюджетный, вот Таня говорила, что он... Я покупала тоже в таком магазинчике, где из Европы возят товары, набором. Был, по-моему, крем для тела, то ли для душа. Ну, в общем, не надо купить шел, конечно, сразу же. Понятненько. Ну, в общем, вы знаете, классный, классный аромат. Я люблю его зимой. Да? Ну, более резко так, наверное, пахнет. Теплый. Теплый, наоборот? Да. Нет теплого зимы. Выпиши. Ну, и летом почему нет? У меня, в принципе, нет... Это, по-моему, только синяя, только летняя. Ну, у нас, конечно, я думаю, скорее всего, у всех пафлюбителей такого нет. То, что мы делаем подборки на лето и на зиму, это... Условно. Условно. Только для того, я, например, для чего это делаю? Для того, чтобы не заваливались где-то в какой-то дальний угол ароматы. Я имею в виду, чтобы я все свои ароматы помнила, всеми своими ароматами я пользовалась. И уделяла им равное внимание. Вот только для того я делаю подборки. А так, если мне хочется сладкий аромат летом, мне все равно. Я надену и выпейду. Поэтому главное, чтобы аромат доставлял удовольствие именно вам. Ну, конечно же, нужно обращать внимание на чувства окружающих. Ну, просто не такая дозировка мощная. Так, следующий парфюм. Это у нас Элизабет Арден Унтолт. Как правильно? Унтол, Унтол, Унтолт. Вот такая завитушка. Я так же знаю английский. Вот такая завитушка интересная. Классно, кстати, флакон интересно сделала. Правда, в таком железном ободе. Вот. И аромат. Аромат тоже классный. Вот сколько сегодня я нарыла у Тани для себя, желаемых парфюмов, которые я хочу так же иметь. Аромат открывается. Вот просто даже из флакончиков он пахнет яркой грушей. Та, ничего. Грушей, а потом яблоком. Ты помнишь, ты мне сказала, что зеленым яблочком тебе пахнет? Вот как интересно. Яблочно-грушевая такая нота. Яркая. Такая сочная. То, что он называется пахнет. Даже я бы сказала сок. Настолько концентрированный и красивый. Очень свежий, яркий аромат. Здесь цветы тоже есть, но они такие какие-то мелкие немножко. Возможно фрезия. Да, фрезия тоже дает мелкость, кроме фиалки. Красивый также аромат, бюджетный. Что еще хотеть? В принципе, я бы тоже, в принципе, не отказалась. Интересный, классный аромат. И вообще, Элизабет Арден, на мой взгляд, делает довольно-таки неплохие парфюмы, несмотря на то, что это абсолютно бюджетная марка. Так, еще один аромат. Это Банан Репаблик Розвуд. Вот это вообще сегодня фаворит сегодняшней парфюмерной посиделки. Потому что этот аромат я уже хочу просто непременно сейчас же. Я бы его сейчас уже себе заказывала. Если я зашла на фраграмчику, а на сайты, обратите внимание, какой интересный флакон. Он как бы простой, да, но выглядит очень симпатично, на мой взгляд. Здесь название Розвуд, то есть это у нас роза и дерево, то есть древесная какая-то роза, как бы, да. А может быть... Или розовое дерево. Розовое дерево. Розовое дерево, да. И лес, и дерево, это же одно и то же, в принципе. А, кстати, я вот сейчас вспомнила. Я же его впервые тестила лет, наверное, если не соврать, 8-10 назад. Крышка такая тяжелая. Он был в маленьком флакончике, наверное, 30-ка и в таком деревянном кофле. Круглый. Красивый, да. Как шкатулка, очень красивый. Вот визуально он был настолько красивый. Может, какое-то ремидированное издание было? Нет, нет, это, я думаю, сейчас удешевили. Как всегда. Переформулировочкой. Вот они сделали вот такой обыкновенная картоночка, такая дешевая. Слава Богу, хоть аромат у нас красивый. Ну, аромат, по-моему, ну, мне сейчас сложно сравнить, да. Ну, аромат классный. Мне он нравится. Как он мне понравился. Такая мягкая, действительно древесная роза. Пудровость такая. Пудровость, да. Он уже, конечно, нежнее пахнет там в лотере, как со стойкостью там ему. Ну, там более-менее. Кстати, вот... Его можно добавлять, мне кажется, такую красоту можно еще наносить на себя и наносить. Недавно вот слушала Оксана Анишко, как раз рассказывала, что она вот этот аромат смешивает вместе с Royal Utwick Корлов. Вот, я тоже попробовала, но на мне Корлов есть. И вот я их попробовала, но Корлов задушил здесь. Вот, не случайно. Перебил, да, эту розу? Да, Кокут, наверное, все-таки он перебивает. Да. Но надо пробовать. Надо пробовать, но вот для меня вот такие эксперименты смешивания парфюмов никогда не приносят никаких позитивных результатов. Вообще, вот я когда-то говорила недавно, что я хочу смешать новый вот этот мой закос по Джумалон Пом и Гранат, который я купила, хочу смешать с первой молекулой. В общем, я смешала, конечно же, на себе, но один звучал отдельно, второй звучал отдельно. И перебила все равно молекулы у всех, как всегда, но на моей коже она звучит очень ярко, поэтому я чувствовала одну мою любимую молекулу и все. Поэтому для меня никогда не получалось смешать красивый аромат. Вот, для меня уже смешали красиво, стоит только выбрать. Этот мне понравился. Это не навязчивость, это прозрачность, правда? Это такая деликатность, интеллигентность и вообще просто прелесть. Я люблю такие ароматы. Я люблю, конечно же, и яркие. Я обожаю яркие парфюмы. Но иногда так нужно быть такой сдержанной элегантной леди. Он у меня один из последних, и вот сейчас очень рука к нему тянется. Когда я думаю, что бы мне сегодня надеть, я обязательно вот к нему. Вот такой как бы универсальчик, не надо долго думать, подбирать под штолдет. Я тоже такое люблю. Да, не обязывающе. Вот ты что бы ни надел, ты в нем будешь прекрасна. Вот прелесть какая. Так, что у нас интересненького осталось на закусочку? На закусочку остался не аромат, потому что аромата, я не знаю, найти ли можно. Но это парфюмированный тальк. Да, парфюмированный тальк для тела. Я вообще никогда такого еще не встречала. Для меня это просто удивление какое-то. Мне Таня по телефону сказала, что у нее есть такие продукты, показала фотографию. Ну, это, как сказать, это уже шик, это лоск, пользоваться даже вот такими продуктами. Кроме парфюма, лосьон для тела, еще вот эта штука, которая может быть очень полезна, в принципе, в быту. Да, 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 да. Тальк, вы знаете, для чего используется, в принципе, тальк. Вот, как это выглядит? Видите, это, скорее всего, винтажная штукенция. Это у нас Шанкельи, называется аромат, и бренд Хубиган. Хубиган, Хубиган, ну, как там, не знаю правильно. В общем, аромат очень тонкий, мягкий, пудроватый, да, такой, пудра, и очень приятный. Был бы такой парфюм, вот, придавался в парфюме, но я бы обратила 100% внимания и, возможно, купила бы даже его себе. Ну, по крайней мере, есть возможность познакомиться, хотела бы иметь понятие. Старая версия, может быть, просто чудесная, а новая версия уже не такая. Вот, нужно посмотреть просто даже на фраграме, есть ли такие ароматы сейчас выпускаются, именно он выпускается или нет. В общем, это все, да, сегодня же, все ароматы, это много, я думаю, что очень много, очень много информации для вас тоже. Надеюсь, видео не получится слишком длинным, если это даже будет и так, то уж простите. Я думаю, что вам должно быть все-таки интересно. Ну, что ж, на этом, наверное, нашу встречу сегодня уже закончим, Танюш, мы еще, конечно, пойдем между собой там что-то понюхаем, потому что я Тане тоже привезла всякие там затесты, сделать ароматы, которые Таня хотела, и я еще немножко поковыряюсь по ее коробочкам, вот. А мы увидимся с вами в следующих видео, я думаю, что мы с Таней еще встретимся, еще как-нибудь снимем обязательно слепые затесты. У меня теперь появилась такая классная возможность, потому что у меня... Есть с кем. Да, есть с кем, потому что у меня дома, меня никто в этом не поддерживает, дочка моя, она бы поддержала, но ее со мной сейчас нет, к сожалению. Вот, и мы с Таней, я думаю, будем чаще видеться, возможно, Таня ко мне в гости как-нибудь приедет. Слово, с вами. Приезжай, Таня, обязательно, также посидим и также послушаем мои ароматы. Ну, все, дорогие мои зрители, увидимся с вами в следующих видео, до скорых встреч, всех целую, обнимаю, пока-пока.